Она у меня запечатанная. Ребята, сейчас вместе будем открывать. Сколько лет уже моей футболки? Как будто бы это она из прошлого, а не косметоз. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Не скажу, что с трудом. Однако достаточно тяжело было найти косметику из 90-х, которая новая и нетронутая. Я нашла не так-то много вещей, но в принципе для полноценного макияжа достаточно. Единственное, что относится к тому периоду, но сделан он не тогда, это тон балет. А да, сегодня будет видос, где я сравниваю старую косметику и новую. Ну и постараюсь сделать какой-нибудь интересный лук. На самом деле мне очень интересно посмотреть, как это все работает. Я нашла нетронутую пудру Ландыш. Первые упоминания о ней были в 1920-30-х годах, и упаковка выглядела немножко по-другому. Я не могу сообразить, от какого года моя пудра, потому что на ней не написано. И кстати, на удивление, даже ценника нет. Написана сзади пудра Рошель. Она нетронутая, но я когда до нее дойду, покажу вам. Я даже боюсь ее открывать. Также я нашла нетронутую помаду. Понимаете, просто пользоваться такой старой косметикой достаточно страшно. А если бы она еще была ИБУ, ну да, тоже не очень. Поэтому я не смогла найти нетронутые карандаши для глаз. Ну как, я их нашла, но мне их не отправили. Поэтому, да, вот такая вечеринка грустная. Это тени. Хотя сначала я подумала, что это помада, но вы мне в Телеграме подсказали, что нет Марина Сергеевна. Это тени в стике. И карандаш для бровей. Вот единственная, наверное, была вещь от этот карандаш. Мне его удалось немножко достать. Я здесь сзади поставила карандаш для бровей. И им протолкнула вот этот грифель. И буквально 10 минут назад я слепила вот такую форму. Походу он реально БУ. И я не знаю, какого он года. Может 70-е. По шрифту такое ощущение, что вообще 30-е. Карандаш для бровей номер 43. И вот он только БУшный вроде. Ну потому что ни колпачка, ничего нет. Как он сохранился, я не знаю. А как пудру можно было сохранить с тех времен неоткрытую. У меня тоже большое достаточно удивление. Здесь я попробую сделать что-то с тем, что у меня имеется. А здесь что-то современное. И будем сравнивать косметоз. Но повторюсь, что балет у меня современный. Я уж не стала искать какой-то из 90-х. Это все-таки жидкий продукт. Приятно, что он идет в коробушке. Металлическая упаковка 41 грамм. Молодцы. Молодцы. Кто? Балет. Свобода. Применение. Распределить на чистой коже лица и шеи. Предварительно можно нанести увлажняющий крем. Крем тональный придает коже натуральный матовый оттенок. Кожа выглядит нежной, гладкой и бархатистой на протяжении всего дня. А я вам скажу честно, в 16-м году у меня не так много было бюджета на косметоз. И единственное, что я могла себе позволить, это тон балет. Я про него тогда вспомнила. У меня как раз закончился мой тон от Буржа, что ли. Я перешла на балет. У меня не было денег на пудру, поэтому я купила детскую присыпку. И так вот и жила. Выбора не было. Казалось бы, 16-й год был недавно. Однако на рынке было не так много брендов с более такой дешевой косметикой. В основном был вот Maybelline, L'Oreal. Ну, то, чем я пользовалась, как минимум, Буржуа. Так, давайте наносить. Наносила тон в те времена. Я уже, кстати, спонжем. Из фикс прайса. Потом я купила себе Estee Lauder. И решила приобрести кисть. Но я не разбиралась в кистях. Купила какую-то плоскую за 100 рублей. Мне тон вообще не понравился. Так, беру спонж. Потому что я, видите, неправильно его наносила. Кистью какой-то. А потом нормальный спонж купила. Аромат, конечно, своеобразный. Окей. Тон наносится, как просто крем с пигментом. Я помню, я его даже тестировала. Отзыв на Эри Камент писала. Что-то мне поджигает морду. Он очень розовый. Но это и хорошо. Потому что большинство людей, которые живут в России, все-таки с холодным подтоном, а не с теплым. Поэтому тон розовый. Ну, вообще ничего не сделал. Абсолютно. Раньше не было консилера. Поэтому тон на глаза наносим. А что-то поменялось. По-моему, не совсем. Немного лицо стягивает. Но тон болит. Хотя раньше мне казалось, что у него прям хорошее такое перекрытие. Но может быть, я не тот купила. Это у меня тональный крем с лицетином. Тон натуральный. Окей. Не, по-моему, особо изменений нет. Но, быть может, я издалека не вижу. На эту сторону я, конечно же, возьму тон от Beauty Bomb. Он мне сейчас будет светловат. Но, надеюсь, я бронзером себя исправлю. Если вы вдруг спите под скалой и не знаете, ребята мои хорошие, то этот тон вышел в новой коллекции. У Beauty Bomb, понятное дело. Если вы вдруг впервые меня смотрите, я амбассадор этой коллекции. Здравствуйте. А пусть так и будет такая вот полоса. Чтобы оценить разницу. Купить эту коллекцию можно не только в Magnet Cosmetic, но и на Marketplace. Например, на Озоне, на Wildberries. А также в L'Etoile и в Золотом Яблоке. Покупайте там, где вам удобнее. Ну, здесь-то он справился прям хорошо. Правда, он немного светлее, чем, по идее, я должна быть. Хотя я сейчас смотрю, такое ощущение, что тон от Beauty Bomb прям зашел в шею. А балет темноват, да? Ну ладно. Я недавно смотрела оригинальное видео из 90-х от визажиста, где она говорила, что нельзя делать себе полосы, но можно нанести румяна. Однако она сказала, что румяна надо наносить после пудры. Румяна в видео были светло-розовые. Контуринг в 90-е не был в подсчете. А сейчас, думаю, много кто это делает. Ну, как минимум, для меня это важный шаг. Но сравните время консилера. А, я, кстати, сказала вам, что консилера в 90-е не было. Нет, он был. Просто это была редкость, тем более для российских реалий. Я его здесь немного нанесу просто для того, чтобы скрыть вот эти свои вены на глазу. Чтобы макияж выглядел чуть более красиво. All right. Самое страшное, это время бровей. Хотя я их обычно делаю после пудры, но тоже, знаете, не очень весело. Потому что мне надо нанести пудру, срок которой вышел года эдак 24 назад. Ну, ничего. Пудра Landers. Очень известная пудра в советское время. Это прям советская именно пудра. То есть, в 90-е, наверное, ее было не достать. Она у меня запечатанная. Ребята, сейчас вместе будем открывать. Я ее даже не открывала ни разу сама, потому что хотела с вами это сделать. Правда, там что-то подсыпается. Я не знаю, я очень хочу показать, но она сыплется из-под этой бумажки. Сколько же терпения надо было иметь, да, чтобы не пользоваться этой пудрой. То есть, купить ее, поставить на столик, чтобы она стояла. Как же жалко вскрывать этот раритет. Я не знаю, почему ее на аукционе не продали. Ой, очень жалко. Может быть, ее по бокам заклеили именно, поэтому я могу открыть пудру только порвав бумажку. Но мне очень жалко. ASMR. Эта бумажка, кстати, похожа на матирующие салфетки. Ворона, не каркай, пожалуйста, у меня съемки. Я возьму кисть, потому как у меня нет пуховки тех времен. Вот, я в крышку немного насыпала. Давайте. Боюсь, конечно, что меня обсыпет или еще что-нибудь. Потому как пудра, ну, очень древняя. В ней наверняка еще тальк есть. Благо, у меня нет аллергии на тальк, я надеюсь. Сейчас не надо дышаться по этому. Пахнет, конечно, знатно. Не скажу, что прям очень сильно, но аромат имеется. Причем такой тухлой пудры. Вы его ни с чем не спутаете. Хотя говорят, что сухие продукты долго хранятся. Но у меня есть палетки, которым, например, 5 лет. Вот, однако здесь аромат прям ощущается. Такой, знаете, мокрый носок, но тонкий такой аромат мокрого носка. Хуже всего пахнут тухлые помады, я вам отвечаю. Особенно жидкие матовые. У меня так помада от Венти, на удивление, кстати, очень быстро испортилась. Я в Китае покупала. У меня коричневая испортилась, она жутко начала вонять. И тухлым носком, и всем чем только можно. Отвратительно. Но аромат очень резкий, поэтому вы сразу поймете, что помада у вас стухла. У меня есть такое ощущение, что эта пудра ландыш меня немного выбелила. Но она и тон кожи выровняла, кстати. Я теперь выгляжу более... Ну да, светлее стало. И у нее покрытие прям такое хорошее. Неплохо пудра ландыш. Такись надо будет мыть. Мне очень понравилась пудра ландыш. Но понятное дело, что с этой стороны я фиксанусь не ей. Я бы с радостью пользовалась, если бы она не была тухлая. Кстати, какой завод ее изготавливал? Я нашла надпись. Калуга, походу. 58 граммов. Серьезно? Да, серьезно. Сзади написано, что ее изготавливала новая заря. Новая заря. Вы почему... А здесь что? Балет свобода изготавливает. Но я знаю, что новая заря все еще существует. Новая заря. Обращение от бьюти-блогера. Я знаю, конечно, что вряд ли они посмотрят мой видос. У вас по-любому есть рецепт этой пудры. Почему вы прекратили ее выпускать? Балет же все еще выпускает. Даже ленинградскую тушь. Почему бы не вернуть пудру ландыш с такой вот формулой? Правда, мне еще больше лицо стянуло. Но все же мне нравится. Прям хорошо. Так, румяшки. Ай, румяшки я не люблю. Единственные розовые румяна, походу, которые у меня сейчас есть в коллекции, это вот эти. Тоже бьюти-бум. Эх, современный плейсмент румян. Вообще, я бы не сказала, что сейчас есть какие-то правила, но есть тренды. И опять-таки, не знаю, какой сейчас тренд на румяна, куда их размещают. Но я делаю вот так. О! А здесь надо было румянить как-то вот таким образом. И не уводить наверх. Но визажист видео сказала, постарайтесь себя не перерумянить, потому что ваша задача – это просто немножко добавить цвета вашему лицу. И вы можете использовать румяна даже без тона. Это я ее цитирую. Так, я вот туда уведу все-таки. All right. Извините, что здесь не древний румяна. Я еще раз повторюсь то, что было тяжело найти нетронутую косметику. Карандаш для бровей. А брови раньше рисовали тонкие, но я даже не представляю… Рисуют, ребята. Я не представляю, как это… Он изогнулся. Бедный карандаш. Но цвет прям рабочий. Цвет мой. Молодь. Теперь понятно, почему из-за жесткости 90-х сказала, что брови карандашом лучше не делать. Таким образом они выглядят немного неестественно. Если вы их карандашом оформляете… Блин, у меня была тонкая бровь, но я вот пошла чуть-чуть наверх и все испортила. Ну, цвет вообще шикарный. Все, по своей натуральной брови прошлись, бровь домиком нарисовали и готово. Но домик раньше был не здесь, не в этой части, а в середине. И брови часто выглядели как два треугольника. Но это больше все-таки к нулевым относится. Вот такие брови домиком. Я немножко закруглю и вытяну туда. Хотя визажистка делала просто по натуральным бровям. Придавала им цвет. Брови с современной стороны тоже сделают тонкими. Понятное дело, карандашом от Бьюти Бомб. Но я их уведу вверх. Я нашла сравнение. То, что макияж из 90-х сейчас возвращается. Я имею в виду тренды. То есть тонкие брови, темные вот эти помады. Все новое – это реально хорошо забытое старое. Как хорошо, что сейчас есть нормальные карандаши для бровей с щеточкой совсем. А то здесь даже механизма нет, чтобы его доставать и убирать. Неужели руками прямо надо было это делать? Окей. Я бровь, конечно же, вырежу консилером. Потому что я всегда это делаю. Но перед этим я маркером пройдусь. К Бьюти Бомб такая у меня претензия. Верните маркер в постоянную коллекцию. Я вас прошу. Из Бьюти Дачи. Там маркер был просто шикарный. Ну да, раньше особо с оформлением бровей не заморачивались. Я сделала какую-то очень длинную бровь. Но ничего страшного. Какая вам больше нравится? Я иногда такие делаю. Иногда такие. Правда, я вырезаю. И все-таки они у меня чуть пошире. Обязательно гель. Правда, я не знаю, зачем я это делаю. Не, ну лицо вообще меняется. Я видела. На некоторых фото я все-таки видела присутствие бронзера. Правда, у меня древнего бронзера нет. Поэтому я все сделаю одним бронзером. Здесь я добавлю столько, сколько добавляю обычно. Тоже бьюти-бомб. А здесь, как я вижу, как говорится. И сюда его вроде бы не добавляли особо. Но я так чуть-чуть пройдусь, пожалуйста. Можно? Вот немножко. Тогда сюда придется добавить побольше. All right. Никакого контуринга. Вы что? Только свежие румяшки. Хотя мне уже, наверное, хватит. У меня тут такая полоса препятствий. Не хватит. Надо еще. И я бы бахнула на нос. Чуть-чуть. Сюда не буду. Нельзя. Как-нибудь я достушую. Нет, не получится. Очень жаль. Самое сложное, по-моему, это глаза. Вы знаете, ребята, мне и хочется сказать, что раньше красились, чем придется. Поскольку это та информация, которой я владею. Отражатель хейтеров, конечно же. Ой, е-бой. Мой любимый отражатель. Но раньше действительно было сложно достать косметику, как минимум, по словам моих родственниц. И это была в основном импортная косметика из Польши, например. Рататуй, курва! Но были и наши бренды, например, вот Балет, Пудра Ландыш, да? Но это не совсем бренды. Ну, то есть просто Пудра Ландыш от фабрики Новая Заря. Были не бренды, а фабрики. Тон Балет от фабрики Свобода. Эх. Ну, что будем делать с вами? Я очень переживаю за эти тени, потому что они пахнут. Они пришли не сводченные, но сам стик выпал у меня в эту, в крышку. Аромат пластилина. Я его обратно пихнула и просводчила для вас в Телеграме, потому что мне было очень интересно. Поэтому здесь сводч снят, но изначально это была нетронутая вещь. Давайте я начну, наверное, с современного глаза, потому что я хочу, чтобы... Нет, я все понимаю, но я переживаю, что просроченный... Точная косметика будет достаточно долго находиться у меня на лице. Поэтому все-таки сначала современный глаз сделаю. Хоть я и слежу за какими-то трендами, более-менее я не люблю тренды, потому что они для нервных людей. Тренды are for the anxious, как вы помните. И тренды я не люблю, но ввиду профессии, да, мне приходится за ними следить. Напоминаю, не особо тщательно я это делаю. Но я попробую сделать что-то современное. Беру эту палетку. Палетка из коллекции Beauty Bomb Hooligans, конечно же. Я хочу сделать... Я не знаю, что. Вот вы следите за трендами. Я очень люблю смотреть шортс иногда. Не то, что люблю и выискиваю их как-то, но когда мне попадаются, мне так нравится видеть вот эти эстетичные аутфиты, да, там, как одеться правильно и красиво. Но в то же время я лично не представляю, чтобы я не то, чтобы так одевалась. Я хочу так одеваться, но я как только представлю, сколько времени и места, ну, в основном времени самого ценного ресурса у меня будет уходить на подбор аутфита, на продумывание вот этого всего. Нет, кто-то любит это. Да, чем себя занять? Продумаю-ка о себе аутфит. У кого-то это реально хобби и интерес. У кого-то профессия. Я этих людей понимаю и, спешу напомнить, не осуждаю. Просто рассказываю свой опыт, да. Давайте ругаться не будем в комментариях. Но сама лично я, чтобы вот тратила время, я не говорю, что это пустая трата времени, да, но это так долго. Я ценю этот труд, то есть я представляю, сколько человек потратил часов на то, чтобы найти эту одежду, заказать ее, сопоставить там как-то, на себя надеть. Но я этим заниматься не хочу, но мне так нравится вот это смотреть фото даже, например, или видео, составляю аутфит. Но я никогда не буду этим заниматься. Мне проще надеть штаны, футболку и пойти. У меня есть такой, можно сказать, капсульный гардероб, он очень давно. То есть если раньше, где-то до 21, даже, наверное, до 20 лет, я пыталась как-то одежду покупать, какие-то, не то что луки составлять, но мне нравилось разную одежду носить. А потом я подумала, не. Мне не то, чтобы нравилось носить разную одежду, но я считала, что это социально приемлемо. То есть каждый день надо быть в разном образе. Конечно же, эту мысль мне внушило общество. У меня была подружайка, которая действительно считала, что каждый день надо надевать новый наряд. Я с ней до сих пор согласна, да, если вам это нравится. Но я хочу иметь много свободного времени на другие дела. Например, на макияж. Кто-то считает, что тратить время на то, чтобы себя накрасить, это же тоже долго, это не 5 минут. Как минимум у меня это полчаса. Ну, а кто-то думает, что нет смысла тратить время на это. А мне нравится, меня это успокаивает. То есть я лучше оденусь попроще, но накрашусь получше. Я не помню, к чему я шла, просто интересно ваше мнение узнать, что вы по этому поводу думаете. Стоит ли? У меня не только есть какой-то один образ в одежде. Например, черная футболка моя, любимая, любая. Ну, или белая. Крайние 2 года еще серая появилась. Я только для видео стараюсь по-разному одеваться, чтобы не наскучить вам. В жизни я, в принципе, так же одеваюсь. Но для видео я могу надеть бежевый лангслив. А так я его редко ношу. Или что-то красное. У меня есть несколько вещей. Но в основном они только для съемок. В жизни я их ношу редко. У меня еще также, помимо вот моего капсульного, можно сказать, гардероба, в котором 3 футболки и 2 лосин, у меня также макияж есть, который я делаю постоянно. То есть я в последнее время не то чтобы не экспериментирую, пальцем наберу оттенок уже из красной палетки. Тоже бьюти-помб холлингонс, конечно же. Розовый фламинго. Мне нравится, как он на клею смотрится, но я хочу вот так размыто немножко сделать. Не люблю, конечно, пальцем наносить, но кистью мне не добиться этого эффекта. Какой красивый дуахром. Из розового в персик. Очень красивый, но его не видно. Я забыла, что я говорила. Ммм, вспомнила. Не то чтобы я эксперименты не люблю, я иногда могу накраситься как-нибудь, ну, типа экспериментально, или если я тестирую что-то. Но если я знаю, что я куда-то иду, где мне надо хорошо выглядеть, то у меня есть типичный такой макияж. Их два на самом деле. Более нюдовый вид такой, где я просто делаю стрелу себе маленькую. Коричневую или иногда даже цветную, например, красную, бордушку. Или этим летом вроде бы делала синюю стрелу, что для меня редкость. Раньше, если я выбирала цветные стрелы, то это были только красные. Достаточно современно получилось. Так вот, у меня есть такой минималистичный макияж, а есть хороший, яркий. Я могу с ним и с утра выйти, если у меня такое настроение. Просто зависит от того, в какой ситуации я буду. Ну, потому что я хочу краситься так, как я хочу. Но вы знаете, иногда, когда идешь в какое-нибудь опасное место, например, ну, или к родственникам, то я, к сожалению, все-таки делаю макияж попроще, чтобы не было вопросов. А так чаще всего... Ой, стрела пошла в другое место. Должно было идти с тенями, но я не туда увела. А еще и манмей. Чаще всего я делаю, конечно, каткрис. Темное такое что-то. И каткрис у меня холодное золото. Да, обожаю. Несмотря на то, что стрела пошла в другое место, давайте расстраиваться мы не будем, а просто примем это как задумку. На самом деле это моя проблема. Я ее не туда увела. Возьму золотинку и вот так сделаю. Да, мне нравится. Почти не... А нет, видно. Нормально. Я бой. Так, я сразу же сделаю рисни, пожалуйста. Моя любимая тушь с недавних пор. Верхнюю я потом все равно наклею, поэтому их тоже можно сделать этой тушью. Я бы могла купить ленинградскую тушь, как я и говорила, она все еще продается. Но я боюсь очень. Боюсь ее состава. Поэтому поймите меня правильно, пожалуйста. Для этой стороны у меня будет вот эта тушь от Beauty Bomb. У нее понятный хороший состав. Что мне надо сделать? Мне надо взять сюда коричневую тень. Я очень постараюсь перекрепить скриншот из видео, чтобы вы понимали, какая там форма тушевки была в конце 80-х и в 90-х. Праймера не было, поэтому никакого праймера не беру. У меня глаз какого цвета вообще? Серый, зеленый? Серо-зеленый что ли? Странный цвет. Я его не понимаю. Поэтому мне должен пойти какой-то теплый макияж. Ну, по словам визажистки, как минимум, такие ореховые цвета, теплые. Но раньше почему-то ориентировались на цвет глаз, а на общий под том кожи не ориентировались особо. Но я по советам все делаю. Так, темный коричневый. Там пигментированный. Я что-то даже об этом не подумала. И там не было, ну, как здесь у меня, вот такой вытяжки. Вытяжки. У меня, кстати, нет вытяжки на кухне. Интересно, у меня ее и на предыдущей квартире не было. Там идет вот такая тушевка. Я не знаю даже, как это описать. Я помню, было модно делать петельку в 10-х годах. Это уже чуть позднее, чем 90-е. Было прям модно. Петелька. Петелька, на самом деле. Мне просто нравится слово петелька. Оно такое ужасное. Ну, когда ударение не туда. Так, беру теперь светлый коричневый. Им сделаю нижний глаз. Чуть-чуть. Тушу. Вот. Все. Прямо как в видео. Может, я плохо помню, но, по-моему, так и было. Там еще было eye definer. Типа не eyeliner, а eye definer. Чем сделать eye definer, я не знаю. Но... А, мне же надо еще металлик нанести. Я забыла. Да, так как у меня серо-синий-зеленый глаз, вообще-то, синяя тень мне не пойдет по правилам. Но я сегодня правила нарушу. Ай, Марина Сергеевна, нехорошо правила нарушать. Но ничего. Ох, наберу на кисть. Давайте вместе. Я, кстати, хотела взять синий из палетки сюда, чтобы, ну, сравнить, да, синий и вот этот. Но это просто нецелесообразно. Потому что эти тени уже все. Они свое отжили. И ими даже не красились. Я не знаю. У меня, наверное, нет... Оно ощущается, как помада. Мне даже века склеила. У меня, наверное, нет такого продукта в коллекции, который не тронутый. Разве что запаски, которые лежат у меня в комоде. Я их не трогаю. Но потом-то я их открою. Я это знаю. Блин, глазу вообще некомфортно. Я попробую прямо из стика нанести. Он уже стух, поэтому ляжет очень неровно. Прямо предвижу этот момент. Ага. Наслоилось все. Представляете, это как музейные экспонаты, наверное. Я бы хотела сходить в музей косметики. Посмотреть. Нет, я могу это все погуглить, конечно. Я иногда думаю о том, что я бы хотела иметь... Когда, кстати, вот мне пришел этот косметоз, я подумала о том, что я бы хотела иметь коллекцию вот этой косметики у себя. А потом я вспомнила, что... Века склеивается. Я не это вспомнила. Кое-что другое. То, что я минималист, во-первых, да. И знаете еще, что самое интересное? Я вот сейчас вам такую мысль вкину. Опять же, не обижайтесь и просто оценивайте этот факт сухо. Когда человек бедный, можно даже сказать, близок к нищете, то то, что он копит или коллекционирует, это считается как хординг, складирование. Но если человек из более высоких слоев общества, если он богатый, то его складирование считается коллекцией. Вы об этом не задумывались? Я недавно вот такую мысль услышала, и наконец-то у меня в голове все сложилось. Потому что действительно, если у кого-то сто пар обуви, то у одного это коллекция, а у другого ты складируешь, выкидываешь. Зачем оно тебе? Да? Вы не думали? Надо же, насколько вот эта глубокая мысль. Но я никогда не понимала коллекции как таковые. То, что я называю своей макияжной коллекцией, это все-таки нетипичное понимание слова коллекция, да. Потому как коллекция, приношу извинения за тавтологию, это какой-то один набор каких-то конкретных предметов. Вот, например, советская косметика. Мне жутко века склеила, и мне некомфортно на самом деле. Коллекционирование это все-таки, когда предметы относятся к одной какой-то категории. У меня нет коллекции. Я коллекционировала палетки от Анастасии, но потом поняла, что это бессмысленно. Причем поняла это очень быстро. Потому что, во-первых, коллекцию я начала поздно. Ой, ужас, что на глазу. Во-вторых, я подумала, что каждая палетка мне не нравится, и я не буду ее хранить только для того, чтобы моя коллекция была полноценной. Это лишнее занимание пространства, как по мне. А когда у меня много вещей, я начинаю о них задумываться. Например, ой, а когда я это использую? А когда то использую? А это куда? Это куда? И у меня очень много это занимает мыслительного процесса. Поэтому я не коллекционирую, наверное, ничего. Крови пенис. Коричневый карандаш я возьму в слизистую. Ну, окей. Воняет жутко. Что воняет, спросите вы? Тень. Тушь, конечно же. Я налью немного воды. У меня уже принесено. Буквально каплю. Каплю не получилось. Я налила чуть побольше. Здесь главное с водой не переборщить. Я не могу правой рукой красить левый глаз. Ровно как и в аквалайнерах, если вы переборщите с водой, будет не очень хорошо. Но они у вас будут полупрозрачные или еще как-нибудь плохо нанесутся. Я все-таки чуть побольше воды добавлю. Мне не хватает. Щетка у меня немножечко попортилась, потому что я ее слишком активно помыла. Щетинки торчат. Я сначала подумала, что это мои ресницы там застряли, а потом вспомнила, что они у меня не такие длинные. Готово. Кстати, удобный формат. Вот если не задумываться над тем, что немножко неудобно, воду добавлять каждый раз. Но сама идея вот этой твердой туши удобна. Но не всегда. Как и твердый парфюм, я считаю. Тоже, казалось бы, хорошая задумка. Твердый парфюм также идет в таких похожих коробушках, но иногда в пластмассовых. То есть взяли с собой, да, и пошли. Но, как по мне, неудобно то, что его надо пальцами на себя наносить. А я не очень это люблю. Крем еще ладно, но когда дело касается парфюма, это как-то странно. У меня, кстати, был парфюм твердый. Ну, не у меня, а у бабушки. Я у нее брала и мазала. Думала, какая классная. Века, конечно, склеивает... Ветка... Ветка, ага. Века склеивает жутко. Я скоро уйду на клею рис, и мне надо сделать помаду. Так как у меня вот эта помада красная, конечно, сюда я тоже красную возьму. Но я хотя бы немного контур обозначу. Поехали. Это помада Tetris в оттенке 02. Важная информация. Если на мне оттенок выглядит так, не факт, что на вас он будет выглядеть точно так же. Потому что у всех разный подтон. Дело даже не в том, как камера передает его, а в моем подтоне. Вон как она увлажняет. Мне прям приятно. Так. Вау. Это вот так, да? Технология. Тоже нетронутая. Не пахнет, кстати. Только я боюсь ей красить, потому что она очень тонкая и может отвалиться. Может, это, кстати, карандаш для губ такой широкий, а не помада. Для помады очень тонко, для карандаша очень широко. Но знаете, что-то мне напомнило. Только здесь нет автоматического вот этого новшества. А в помаде есть. Или это карандаш. Но мне продавец сказала, что это помада. И я думала, что синяя это помада. Она такая пишет тени. Я думала, где там тени? Ну ладно. Она не воняет. Представляете? То есть женщина, которая ее купила, она ее берегла. Цвет-то какой красивый. Еще интересно бренд было бы узнать. Здесь ничего не написано. Абсолютно. Но вот это прям новшество. Наверное, было для тех времен. Сейчас наклею ресню и вернусь к вам. Ну что, мои хорошие, как вам мой финальный лук? Жук-паук-чеснок. О, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. На удивление, помада, кстати, сработала. Я думала, она вообще работать не будет. Я ее вроде бы не сводчила. Только тень решила засводчить, показать. А может и помаду тоже сводчила. Но я не ожидала, что она сработает и даст цвет. И на удивление, она не воняет. У меня были помады, которые портились в свое время. И воняли они ужасно. Это все еще жива. Смысл видео был не только в том, чтобы показать вам еще какой-нибудь образ из 90-х. И не в том, чтобы посмотреть, работает ли пудра ландыш. Ну, понятное дело, что она уже все испортилась. Но мне было очень интересно посмотреть на косметику прошлых лет. Тем более новую, не вскрытую. Ребята, это мне просто повезло. Я не знаю. Очень повезло. То, что я смогла такое найти. Не скажу, что не работает. Я накрасилась. Даже тоном балет. И оцените, пожалуйста, разницу. Сейчас тренд на сияющую кожу, насколько я знаю. Такую естественную. Без каких-то проблем. Хотя, если они у вас есть, у меня они тоже есть. Это норма. Мне вот этот, конечно, лук больше нравится. Но как кожа смотрится, мне нравится здесь. Не коррекция, а именно сам внешний вид. Под коррекцией я имею в виду свой бронзер и румяна. То есть матовая такая хорошая. А здесь сияние. Я не очень люблю этот тренд на сияющую кожу. Причем я не могу понять, сияние у меня здесь откуда. Потому что мне сразу же кажется, что я вспрела. И кожа у меня какая-то жирная. Мне это не нравится. Она у меня нормальная. Из-за того, что, видимо, я дома крупная, занимаю место в пространстве немножко больше, чем кому-то хотелось бы. Когда у меня такой вот мокрый вид. Сияющая кожа. Кажется, что я вспрела. И выглядит это не очень эстетично, как по мне. Поэтому я делаю всегда матовую кожу и холст. Ну что я так хочу? Потому что мне так нравится. У всех же своя эстетика. Не важно, сколько вы весите. Красьтесь, как хотите. Никого не слушайте. Я довольна вообще и этим луком, в принципе. Но я бы так никуда не пошла. Однако, прям вот для меня веет девяностыми. Но этот прям вот я. Вот здесь я уже себя узнаю. Хотя это не моя рабочая сторона. Моя рабочая сторона с этой стороны вроде бы. Или с этой. Вообще, говорят, там, где челка, не рабочая сторона. Она мне не нравится. О, не знаю. Что вы думаете по поводу того, что я сегодня протестировала? Ребята, кто из вас пользовался когда-либо пудрой ландыш? Напишите свой отзыв, пожалуйста. Потому что, ну, сейчас это не достать. Может быть, вы помните, у вас когда-то была такая пудра в молодости. И вот этот карандаш, кто его узнал, вдруг среди вас есть коллекционеры. И, может быть, у вас в коллекции имеется такой карандаш. Потому что, как по мне, это реально далеко до 90-х. Я уже второй раз пытаюсь угадать, какой это год. Но выглядит реально как 50-е, скорее всего, если не раньше. Но написано на русском. То есть, это не американский какой-то карандаш. Карандаш. Для бровей. Как сохранился-то хорошо вообще. И сработал. Ой, пахнет странненько. Тон балет я бы, наверное, не советовала. Но если вы любите легкое покрытие, то вам понравится. Пудра ландыш. Бежим в магазин, стоим в очередь и покупаем ее. Она мне очень понравилась. Не, ну, по факту понравилась. Грустно, конечно, то, что раньше было ничего этого не достать. По словам, опять-таки, моей бабушки и даже моей мамы. Мне все-таки 30, поэтому у меня родственницы такие взрослые достаточно женщины. Глазу очень тяжело с этими тенями. Они у меня скатались, понятное дело. Я, кстати, не знаю, когда они были свежие, они так же себя вели или нет. Тоже дайте отзыв, пожалуйста, если у вас такие были. Будет реально очень интересно почитать. Я еще сегодня принесла жемчужины, но никуда их не наклеила. Потому что лук хотелось сделать именно такой. Я же вроде что-то такое делала, нет? Вот такая вечеринка у меня получилась. Какой макияж вам нравится больше? Не забывайте, пожалуйста, о том, что новую коллекцию Beauty Bomb Hooligans можно купить в Magnit Cosmetic, а также в L'Etoile, в Золотом Яблоке и на Marketplace, на Ozonie и на Wildberries. Челлендж удался, я считаю. Мне было очень интересно посмотреть на этот косметоз. И когда он мне пришел, я как-то немножко даже обрадовалась, что я стала обладателем таких раритетных вещей. Я их, наверное, передам какому-нибудь коллекционеру. Не знаю, куда я это дену. Мне, понятное дело, не надо. Я пользоваться не буду. Оно куплено не для пользования, а именно для контента. Ну и кому-нибудь в коллекцию передам. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело ли мне лицо, понравилось ли мне речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк, оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на мой телеграм, потому что там вообще-то весело. Вот так-то, на секундочку. Иногда бывает полезно, но я там выкладываю чаще такой повседневный какой-то контент. И, ну да, вот такая вот вечеринка. Все, подписывайтесь, пожалуйста. Ну что, вам сложно, что ли? Вам не сложно, а мне приятно. Всех люблю. Всем пока. Может быть, ее по бокам тут заклеили. Может быть, эту бумажку по бокам заклеили. Именно поэтому я не могу открыть ворона каркет. Открыть пудру только... Если я обзыву это видео, крашусь просрочкой, то по-любому будет очень много кликов. Но я вряд ли так сделаю. Хотя иногда, знаете, очень хочется. Очень хочется какое-нибудь кликбейтное название. Но в то же время я понимаю, что... Зачем? Да, смысл шуметь лишний раз? Наводить какой-то шум в инфополе? Я не люблю. Нельзя быть слишком громким, я считаю. Наконец-то я снова делюсь с вами философией жизни своей. Наверное, много кто будет не согласен. Но я реально считаю, вот, тише будь. Обожаю говорить кому-нибудь эту фразу. Только я ее обычно говорю таким образом. Тише будь. Не люблю шум. Не люблю вот какую-то лишнюю громкость. Я вообще начинаю тревожиться, когда очень много шума. Не только визуального. К нему я уже привыкла, в принципе. Когда вот шумят люди, например, на улице. Или в самолете. Не важно, в принципе, где. Вне дома. Торговые центры не люблю вообще. Они меня напрягают. Слишком много... Там слишком много информации. Она на меня давит. Я, кстати, не помню, когда я крайний раз ходила в магазин за одеждой. Примеряла там ее. Я ненавижу примерочные. Надо же. Повезло мне, что я знаю свой размер. Ни разу не ошибалась, кстати. И никогда почти не меряю ничего. Куртки только мерить приходится. Мне это не нравится. Крайний раз куртку я пыталась купить в Нью-Йоркере. И нет. Мне не понравился опыт. Я захожу, сразу вижу, что мне надо. Быстро выбираю, покупаю и ухожу. Не люблю задерживаться лишний раз в общественных местах. Это давно у меня, кстати. Года с 13-го или с 12-го даже. Ладно, пойду осмою эту тень. Потому что мне некомфортно. Надеюсь, что я справилась с таким мини-челленджем. Пудра-ландыш просто восторг. О!